Приветствую дорогие телезрители, с вами снова Кошмариус И мы смотрим с вами на 9 и 10 участок юго-восточной хорды Вот быстренько посмотрим на схему От Павелецкого направления Московской железной дороги Мимо Подольских курсантов Здесь у нас развязка с МЦД-2 И надо же, красным левее обозначены пути по ходу Дело высокоскоростной магистрали Вот у нас развязка здесь со Ступинским проездом Слева у нас красные строители И тут вот мы уже добираемся до МКАД Это, наверное, ВСЖМ-3 на юг, наверное, который идет И дальше у нас идет, соответственно, схема 10 участка Вот мы видим, да, здесь, естественно, будут располагаться стакады Ну, не стакады, а съезды То есть можно будет из Сафиропольского шоссе попасть на юго-восточный хорды На 10 участок Из юго-восточного хорды можно будет попасть в сторону области На Сафиропольское шоссе Ну и также у нас развязка с старой Варшавкой Ну и поворот на Бутово, естественно Ну и вот мы с вами начинаем Вот у нас как раз Павелевская проблема с коской железнодороги Опять же, как-то не согласован Но так получилось, что электришка там вверху и внизу Причем видно, да, что наверху это далеко не МЦД А внизу это у нас уже Иволга И вот мы на этом месте с вами в прошлый раз закончили Да, это было достаточно давно Но вот обстоятельства такие, что удалось поснимать на самом деле не так давно Видно, что вот эстакада готова Кстати, справа виднеется хвостик, который будет уходить в сторону Каспийска улицы Когда-нибудь И с противоважной стороны тоже есть примыкание То есть и от Каспийска улицы будет тоже здесь подъезд Прям вот эти порталы-тоннели, которые уже ведется, я так понимаю, отделка Самых стен под железной дорогой Кстати, правее, чтобы ориентироваться, стоит у нас река Городня Ну и опять же, кто-то меня уже поправлял Что вот здесь сделан задел еще как минимум по два пути Ну да, на самом деле видно, что сами порталы сделаны больше И судя по тому, что уже пошла частично обратная засыпка Я так понимаю, что решили сделать задел на перспективу То есть там один здесь с этой стороны путь будет или два Их там сместятся, времени не важно Главное, чтобы было задел, чтобы не надо было никаких телодвижений делать по строительству тоннеля И, кстати, я так полагаю, что в самом тоннеле возможно Раз у нас будут съезды, уширения на стакадах Возможно, что там будет не 3 плюс 3, а, наверное, 4 плюс 4 Возможно, это я только предполагаю И мы с вами продолжаем движение У нас слева идут основные пути Я так полагаю, что первый, второй Хотя, может быть, и не так Может, первый, второй все-таки там дальше А это третий, четвертый Но мне кажется, что это первый, второй По которому как раз идет движение МЦД-2 на Хабино-Подольск Впереди мы видим путепровод Это улица Подольских курсантов Здесь возводят, я так понимаю Что-то связанное с честным свержением Потому что здесь был достаточно глубокий окотлован Примерно где-то тут планируется Конечную трамвайной линии Будучи продленной вдоль улицы Красного Маяка и вот по Водольским курсантам В далекой перспективе, скажем так А также хочу обратить внимание Да, вот у нас идет дорога Она здесь полностью готова Между Покровской и основным ходом Юго-Восточных хор Тут есть такой лесочек Какие-то там можно пройти Высаженные виды деревья Так вот, это место как раз тоже забронировано Под дополнительным путем И вот на той схеме, которую мы с вами смотрели Более того, она еще и просматривается То есть как раз таки здесь можно пустить еще дополнительные пути Там какой-то отдельный, например, магистрали высокоскоростной Может быть когда-нибудь через 20-30-40 И так далее Ну и сама эстакада тоже здесь предусматривает Такое движение Здесь у нас будет спуск На сторону дорожной улицы Съезд-заезд И сама Юго-Восточных хорда Переходит на противоположную сторону Здесь, к сожалению, саму развязку Ступинским проездом Полноценно показать не удалось Опять же, сугубо некоторых причин Поэтому мы издалека на него взглянем И продолжим движение уже сильно дальше Но здесь давно уже все в высокой степени готовности И даже, по-моему, около самого выезда на дорожную улицу Где-то там вдалеке, вот правее Даже кто-то говорил, что может быть кусочек какой-нибудь запустит Хорда, чтобы можно было проехать Может быть, вот как раз у нас вдалеке развязка с Ступинским проездом Она вот у нас будет организована вот через этот путепровод Который прямо под нами находится И там дальше И, опять же, склеечка Да, мы уже с вами двигаемся в сторону кат В принципе, да, здесь пришлось сделать такую вырезку Это было связано в том числе и с карточкой памяти Которая подтормаживала, подвисала Ну и, конечно же, если кто захочет Можно посмотреть третий ролик до конца Здесь будет, собственно, и обратный пролет Собственно, там вот этот кусочек будет Запечатлен То есть, если кому очень нужен Вот это вот, где примыкание путепровода В районе платформы красностроительные необходимо Можно будет посмотреть и обратно Здесь у нас тоже Все достаточно высокой степени готовности Служил потому, что когда еще не было снега Вот здесь уже и были мачты освещения И барьер разделительный был И даже кусочки асфальта были Слева у нас вот вроде как примыкание Она не напрямую из СМКДа будет идти А надо будет там съезжать к ТЭЦ И вот такой вот заездик на юго-восточную Хорду будет Но пускай будет хотя бы в таком виде Хоть и с внутренней стороны На самом деле не думаю, что будет очень большой поток Потому что на самом деле Проще будет свернуть на подольских курсантов И оттуда уже как-то съезжать Также мы с вами наблюдаем, что активно собирается стакада Поворотная с внутренней части МКДа На юго-восточную Хорду На десятую И вот висит уже ванбэк Над проезжей части внутренней части Я думаю, что в скором времени они ее Ну я думаю, что к середине лета уже накинут Кстати говоря, это будут хорошие альтернативы Для того, чтобы Ну если только это будет неплатно съесть То есть вы съезжаете здесь на Хорду И сразу же уходите на М2 То есть вам не надо ехать до развязки с Симферополькой Закупоривая ее постоянно Здесь у нас поселок Битца слева И справа платформа МЦД-2 Битца Здесь видно, что активно заливаются устой стакада Надо же прям как близко к путям Прям очень-очень близко Самой стакадой И уже привезен песок для отсыпки основания самой дороги Также вот видите, под путями здесь строят прокол Скорее всего, это будет подземный пешеходный переход То есть он будет организован теперь не через пути А под ними и под телом самой трассы И под насыпью железной дороги То есть полноценный переход Не надо будет бегать через пути Хотя здесь, в принципе, движение по этим путям Оно не такое интенсивное Здесь тоже видно, что уже склад цепущих материалов Прям такой богатый Заливается активно, так понимаю, основание устоя Даже на какие-то балки И, в принципе, почти все опоры готовы Ну нет, вот с противоположной стороны еще пока не готовы В районе речки Она биться, по-моему, так и называется Да, она так биться и называется И мы с вами дальше следуем через поле Тоже такая небольшая склеечка Здесь у нас уже идет развязка с трассы М2 Значит, сам основной ход Юго-восточный хор до 10-го участка Будет проходить у нас сквозь Ну, под Самой дорогой Здесь, как вы помните Были раскопки То есть раскопали полностью Проезжую часть Залили там Перекрытие Тоннеля И потом Сдвинули в другую сторону Вот, собственно, сейчас другая сторона, я так полагаю, делается И также монтируется эстакада Она тут, в принципе, одна единственная будет То есть с М2 В сторону юго-восточного хорда Здесь будет просто по земле съесть Вот как раз, наверное, там, где сейчас Время дорожная Временная дорожка расположена А вот сама эстакада И причем ее здесь без аванбеков делают То есть просто накидывают Сразу готовые участки Куски укрупняют И прямо здесь же его устанавливают На проектное положение Но пока что еще нет На временной опоры пока А потом уже следственно на постоянное Кстати, тоже видно, что вот один опор еще стал залить И формируется фундамент еще одной опоры Наверное, уже последней Здесь дальше у нас Мы выныриваем из тоннеля Двигаемся дальше по Основному ходу юго-восточного хорда Уже в сторону Бутова И здесь вот, где самосвалы стоят По-моему, тоже же виднелся асфальт Если посмотреть старые ролики Я, к сожалению, что-то не поленился Не посмотрел, но, по-моему, да Здесь единственное только что Еще не до конца решен Поробочный, по-моему, билет С деревцами вот этот вот Такой уголок Его нужно будет все равно там подпилить Подровнять Но, видать, еще пока Согласование не прошло И дальше уже виднеется Активно просматривается Путепровод над дорогой Который идет К жилому комплексу справа Который уже активно Активно застраивается Южный Битс Он называется И, собственно, дальше у нас уже Развязка с Варшавским шоссе И вот примыканиями К дорожности местной Бутова И вот дальше виднеется, что вдоль железки Тоже какие-то движения идут Но, на самом деле, здесь было совсем прям сложно Поэтому, так вот Более информативно все покажу То есть, видно, что собирают Будет из двух частей собираться То есть, вот уже виднеется ванбек И собрали часть металлокаркаса Это будут надвигать Делать надвижку над железной дорогой Это первый момент А вот над Варшавским шоссе Будут надвигать с противоположной стороны Как раз там вот делают отсыпку Да, вот у нас проезд Южный Битс И слева уже виднеется металлоконструкция Которую будут укрупнять И накидывать с противоположной стороны В принципе До конца года или до осени Но вполне реально успеть Я думаю, что строитель вполне успеет Либо юго-восточную хорду откроют Скажем так, не до конца Может быть, действительно, все-таки частями Хотя, кстати, в Курьяново Так и не открыли никакую часть Хотя мы все так ждали, что от магазина метра Она поедет и до Даже нет, магазин метра От шоссе на улице И поедет аж до Курьянова Но так и не поехало Может быть, еще весной там Движение запустят Посмотрим, не будем гадать Еще раз посмотрим на развязку С трассы М2 Да, вот вднеется как раз Формирование фундамента Под еще одну опору И вот две опоры в металлокаркасе Уже виднеются То есть осталось только замонолитить И, в принципе, можно будет продолжать Накидывать Устанавливать готовые части Истакады Ну, а здесь, в принципе, тоже все достаточно хорошо просматривается То есть, где была возможность Строители уменьшили шаг опор И используют Монолитный железобетон Точнее, железобетонные балки Которые в итоге потом делают монолитными Единственный вопрос, конечно, возникает Почему вот на этом поле Не ведется никаких работ Есть предположение, что все-таки Должно быть перемещение Опора в высоковольтных линий Электропередачи И вот вроде как он просматривается Такой проход А вроде как и не просматривается Потому что по всем участкам идет Активное движение Кроме вот этого Ну, может быть Либо где-то идет кабинализация Либо все-таки где-то что-то Потому что, ну, тут трасс точно не пройдет Как минимум, если вот еще здесь есть запас Да, вот линии 500 кВт Которые сейчас прямо под нами То вот точно мешаются Вот местного значения Опора Это прямо 100% Ну, а дальше уже Опять же мы возвращаемся обратно То есть двигаемся с вами В обратном направлении Кстати, кто-то в свое время Говорил, что Почему типа не снимаешь При там движении обратно Ну, не всегда есть такая возможность Вот сейчас такая возможность была Поэтому давайте Там поравнарезочками все будет Ну, можно посмотреть Вот опять же, да Через реку биться Будут бетонные балки Причем их запас особо тут не заметен Но достаточно активно ведутся работы Думаю, что в скором времени Ну, опять же До сентября вполне есть время Чтобы всем этим заняться Потому что еще год назад На самом деле Здесь никаких работ не виднелось И прям незаметно было Что здесь собирается что-то строить А уж Я помню все эти разговоры Типа сними его Х-10 Сними его Х-10 Приезжаешь Тут вообще ничего Просто И вот тут лесочек такой был Который отгораживал Частный сектор От железной дороги И в принципе Никаких движений Особо было незаметно Потом чуть-чуть Что-то тут подпилили Подрубили И вот Буквально, можно сказать Мне кажется Даже в 21-м году Прям активные работы начались То есть, да Там начали делать прокол Под МКАДом Да Сильно заранее Но вот остальные работы Какие-то Вот чтобы вот такая Активизация была Она вот пошла только В 21-м году По поводу прокола Под МКАДом Мне кажется Что все работы Здесь Завершены Хотя, к сожалению Сверху не видно Вот котлованная Эта часть Незаметно на самом деле Полностью там все сделали Либо еще какие-то Отделочные работы Надо наделать Но учитывая, что Пока что смысла нет То есть, в МКАДе Видите, они еще По одной полосе отбирают Потому что Нужно полностью Сделать надвижку И только после этого Можно будет освободить То есть, какое-то время Придется еще Потерпеть Чтобы Две полосы отнимают А, и кстати Вдалеке я смотрю Там начали Этот Пешеходный переход Тоже Готовить К демонтажу Ну, а дальше Опять же Вот та же самая часть Справа подход Если вы едете От ТЭЦ То есть, заранее Съезжайте с МКАДа Там, на прилегающую Дорогу И Можно будет здесь Выходить на юго-восточный хор А вот если вы едете По хорде из центра Получается, если вы На Ступинской И на Ступинский проезд Не уехали Или на дорожную улицу То все А вы дальше едете Транзитом Уже получается До трассы М2 Ну, либо до Бутова То есть, больше здесь Съездов никаких не будет Как всегда Остается только Загадкой Вот слева Дорожную улицу Делали стакаду В свое время И вот тот задел Примыкание снизу Непонятно Для чего оно было сделано Может быть, когда-нибудь Будет ответ на этот вопрос Потому что к юго-восточной хорде Это никакого отношения Не имеет Ну, и не забываем Что, опять же Слева от Железнодорожных путей Где вот идут Прекрасные гаражи Что Это все Чисто теоретически Рано или поздно РЖД может просто забрать Все это снести И Положить Новые рельсы Но я вас оставляю С вами был Кошмар С хорошим вам настроением Нам всем желаю Новых видео В будущем До новых встреч Опять же Повторюсь Подписывайтесь на телеграм-канал Если у кого Хватит терпения Нервов Подписывайтесь на телеграм-чат Частенько там Флудим Но не все выдерживают Ну Как есть Но опять Подписывайтесь обязательно На телеграм-канал Потому что там Не только мои новости Выходят Но и Других ребят Которые занимаются Обзором Не только дорог А в принципе Транспортной инфраструктуры До новых встреч С вами был Кошмариус И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok